доброе утро дорогие друзья мы продолжаем разговаривать с нашими гостями у нас их сегодня очень-очень много чем обычно и очень интересные у нас не только гости живые у нас еще есть гости которые оживают у нас сегодня в студии гости из россии анна викторова и ольга донец добрым утром добро пожаловать в кыргызстан спасибо вы здесь впервые первый раз первый раз как вам что нам исправить что поменять ничего не нужно исправлять сегодня утром и проснулись вчера была погода такая дождливая сегодня мы пришли на завтрак и увидели ваши горы горы как вам хорошо как вам везет у вас замечательно с этим спорить нельзя а когда вы прилетели вчера вчера вечером вечером прилетели еще не успели ничего нашего попробовать но мы только сходили нет мы попробовали вчера мы да мы были в национальном были в ресторане забыли как он называется что там ответы пробовали плов пробовали бешбармак такие пельмешки жареные с собой положили пакет у нас обычно все съели хорошо расскажите о вашей деятельности и вот мы мы приехали сюда на фестиваль фестиваль называется цветы россии фестиваль ездит по разным городам организовался фестиваль 2013 году и это 13 до или 15 15 14 фестиваль он был в разных европейских городах и привозит он программу которая рассчитана на семейный просмотр это спектакли всякие разные встречи мастер-классы выставки мы привезли наш театр кукольный формат мы привезли с собой спектакль аленький цветочек и выставку наших кукол куклы белых ночей называется выставка вот выставка будет открываться сегодня работать с 5 5 часов открытия выставки в театре опера и балета вот а спектакль будет завтра идти я сейчас вам попозже расскажу где посмотрю ваши куклы вы за кадром сказали что изготавливаете сами все куклы мы делаем сами ручная работа все исключительно работа мы все сами авторы а из чего вы делаете сейчас я немножко коротко расскажу это спектакль она спектакль называется маленький цветочек в спектакле использованы народные куклы все-все-все-все разные традиционные одежды здесь тема и все что все что в спектакле это все куклы традиционные русские народные из чего вы их делаете можно посмотреть смотрите да это это что как видите сколько времени занимает его статус делать одну вот побольше куклы но на самом деле то что вы сейчас разглядываете это куклы народные они у нас как бы о них мы рассказываем в начале это такие аутентичные народные куклы а вот этот персонаж вот настенька она у нас не с ней непосредственно является актрисой и это уже работа художника вот и в нее есть маленький секрет смотрите внимательно ей чудище который превращается в принца предлагает выйти за нее замуж и так как она уже в него влюблена она недолго думают соглашается и мгновение она становится невестой тут же вот собственно вот слушайте классно мне понравилось быстрое преображение да а долго вы над этим думали это сложно сказать когда вдохновение вдохновение приходит все начинает работать быстро сначала наверное думали сделать две разные буквы да потом вдруг нет на самом деле есть такая вот кукла изначально народная вот эта девка красная она до свадьбы ходит песенки поет потом она выходит замуж и становится матерью собственно но и вот отсюда у нас уже мы вдохновились и как бы сделали уже река им давай из тебя также сделаем тебе утром не надо будет краситься как раз вышла в эфир такая и после эфира опять смотри как интересно давай на очень давай подумать хорошо давайте а у вас тут еще есть фотографию кукол которые ростом 4 метра вы сказали да у нас в театре есть разные спектакли в спектаклях мы у нас бывают марионетки бывают планшетные куклы бывают народные а это куклы это у нас есть такой проект который называется великанцы и куклы эти ходят по городу они город как декорация петербург вот куклы гуляют как-то общаются со зрителями как-то со зрителями с горожанами вот часто это какие-то городские мероприятия куклы были сделаны для такой у нас есть праздник городской день достоевского день федора михалыча достоевского и эти куклы были сделаны на этот праздник там у нас тут нет фотографии там у нас писатели русские писатели пушкин достоевский гоголь и так большие они ходят вы к нам приехали на сколько дней мы на к вам приехали на два дня вот коротко вообще напомним нашим телезрителям то что у нас проходит неделя российской культуры и в связи с этим вот и наши гости в связи с этим фестиваль цветы россии к вам приехал а можете показать небольшую такую сценку сейчас да можно будет показать знаете у нас здесь мы с собой не взяли здесь тех кукол которые у нас играют спектакли они сейчас готовятся заготавливаются вот а мы привезли именно народные куклы у нас в начале спектакля перед спектаклем такая маленькая как бы лекция рассказ про народные куклы вот и может уже вам рассказать что рассказать вот рассказать например вот эта кукла она называется каша она называется так не просто потому как эта кукла учит девочек варить кашу все на самом деле очень просто она конечно не может так объяснить и девочка идея тебе сейчас нет все очень просто мама делает такую куклу она вровень с кастрюлей в которой будет девочка варить кашу не говорит мама насыпешь крупы по пояс кукле нальешь воды по шею поставишь на медленный огонь и будет твоя каша вровень с макушку кукли слушайте как полезно нужно такое же полезно а есть вот такая кукла это свадебная кукла называется неразлучники это жених это невеста как вы видите руки у них на одной оси если я очень сильно захочу их разлучить не было что не получится поэтому и живут жених с невесты над под одной крышей крепко за руки держится так пожалуйста такие таких кукол дарят на свадьбу дорогие друзья вот берите пример с кукол вот какая должна быть любовь крепкая крепкая она неразлучная должна быть и где находиться всегда под одной крышей вместе да но когда появляется детишки то мама с папой разбегаются и столько сколько детей в семье куколок подвешивается рядышком как семейная фотография можно прийти взглянуть на куклу и узнать какая семья большая у нас уже наша коллега не навухо говорит что она хочет такую сделай себе такую только живую выходи замуж и будет тебе такая живая картина в россии например в сфере у кукольного театра у вас она масштабно проходит иметь ввиду спектакли имеется ввиду часто устраиваете спектакли в петербурге мы из петербурга и играем каждую неделю суббота воскресенье иногда на будних днях в основном к вам приходят молодежь или в основном приходят на детские спектакли в основном приходят дети от 4 лет мы приглашаем с родителями с мамами с папами с бабушками иногда приходят целыми семьями сидят в обнимку вот иногда приходит по второму разу иногда приходят по третьему по четвертому есть у нас такие поклонники постоянные ваши зрители есть он а иногда они боятся вот тут аленький цветочек спектакль они там есть то в какой-то момент появляется чудище знаете да это да да конечно вот там в какой-то момент должен появиться чудище и настенька его зовет хочет с ним поздороваться познакомиться и дети знают что он чудище и в этот момент они находят повод как выйти из зала они срочно им надо либо в туалет либо они хотят попить либо еще что-то потом когда чудище появляется они уже знают что он появился они возвращаются но у нас очень смешной такой чудище не страшно на самом деле они просто и ожидают увидеть что такое страшное а у вас там еще медведи с молотками да говорят что даже самому роден когда роден увидел эту игрушку он считал что это идеальная система ну это это распространенная игрушка такая как мужик с медведем есть уже немножко такая продвинутая история медведь за компьютером но вы знаете что сейчас я показываю детям они уже не узнают что это такое да что это за агрегат им уже сложно понять что компьютер такой когда-то был сейчас про планшеты и вот есть такая лиса вяжет творческая натура да так а по стоимостью сколько такой может стоить денег ну это мы вы не в городе это это мы купили не в некоторых кукол мы купили в городе сергеев посад да да это сергеев посадский настоящие по моему вот этим пользоваться намного лучше чем вот этот треугольник я не помню как она называется который на рыбке крутится время чтобы успокоить по моему вот это намного интереснее сидеть и смотреть нервы успокаивать да конечно дорогие родители вот покупайте своим детям вот такие лучше куклы это намного интереснее вот в этой игрушке можно еще и слушать как мама мне вот это нравится расскажите немного спектакль и сколько она будет длиться по времени спектакль идет около 50 минут вот это обычно это кукольный спектакль которую я видел по телевизору за ширмой да нет 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 это необычный спектакль который вы видели это будут куклы планшетные вот видите буду присутствовать я буду присутствовать они они будут ходить по столу и рассказывать детям историю так как мы уже сказали что это куклы народные поэтому они все будут выглядеть вот так да 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 это такое будет национальная история то есть сколько кукол столько и людей будет за куклами стоять нет это я буду одна стояла это моноспектакль я буду одна а персонажа будет много а как вы будете вы же будете там говорить голоса я обязательно буду говорить разными голосами мастерски да но для этого вы должны прийти к нам на спектакль тем более вход совершенно бесплатный приходите на счет входа дорогие друзья вот свободный по моему это я не вижу причине идти туда обязательно нужно взять маму папу бабушку дедушку давайте напомним у вас 30 марта до будет спектакль в 2 и в 32 и 30 30 аленький цветочек в государственном театре кукол хорошо мы обязательно вас посетим мне прям хочется посмотреть как вы будете меня да вы знаете я вам расскажу такую историю это может быть конечно послужит не знаю реклама или нет к нам пришел дедушка с внуком в театр и когда внука запустили в зал он попросил нужно я сяду с краю ну чтобы выйти я просто не очень театр кукол то люблю ну на что ему сказали вы знаете у нас не принято выходить из зала и и вам нужно будет как бы досидеть вот ну дедушка так ну чтобы было огромным так вздохнул зашел в зал но когда он вышел он сказал вы знаете я вообще театр кукол то не люблю но этот спектакль не понравился и даже написал нам отзыв поэтому поэтому все приходите к нам смотрите жалко что вадим владимирович уже улетела вы могли бы вместе пойти с нашим президентом и посмотреть вашу конечно да но он извинялся что он улетел поэтому так бы он обязательно зашел я обязательно посещу ваш спектакль а если какие-нибудь еще интересные истории которые у вас происходили во время спектакля может вы слова забывали смешные моменты нет самое интересное вы знаете происходит когда так как я общаюсь залом то дети мне постоянно со мной разговаривают и что-то мне подсказывают иногда задают такие вопросы прямо во время спектакля и приходится все время ну как бы не бывает такого что спектакль вот каждый раз один одинаково идет прям во время спектакля конечно они со мной общаются они мне что-то подсказывают они что-то советуют и поэтому это всегда так по-живому проходит там что иногда даже не знаешь как выкрутиться и получается импровизации уже дальше да 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 конечно абсолютно слушайте мне очень понравилось вы пришли к этому виду искусства или к детству да ну не могу сказать что мечтала с детства вот но когда я познакомился у меня по первому по первому образованию актер театра драмы и кино вот но когда я увидела как работают куклы нет она стала настолько интересно что это совершенный космос поэтому вот все я теперь с куклами а у вас проходит репетиции конечно они проходят также какие же вы знаете я вам расскажу секрет про этот спектакль одну одну историю мы пять лет назад получили от города помещение мы не государственный театр но нам 15 лет театр кукольный формат и мы нам город помог и выделил нам помещение для театра и мы делали там ремонт и после ремонта сразу после открытия у нас должна была состояться премьера этого спектакля маленький цветочек вот но так как мы занимались ремонтом в электричеством вентиляции всем 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 всякими заботами то времени на спектакль у нас осталось совсем чуть-чуть и мы сделали первая версия у нас была уже наверно можно рассказать это можно наверно уже можно рассказать первую версию мы взяли всех наших старых кукол из других спектаклей переодели их надели кому-то корону кому-то фату кому-то что-то и вот эти старые куклы совсем других спектаклей из взрослых они у нас играли аленький цветочек вот то есть у нас был допустим такой персонаж из произведения по пушкину мы на него одели корону и сшили ему сюда что-то такое красивое золотое какую-то курточку и он нас был принцем вот настенька у нас я не помню кто было кто-то тоже из барышень вот а чудища у нас была старушка из достоевского со светящимися глазами вот потом нам потом когда мы наконец-то открылись успокоились спектакль театр стал уже жить своей жизнью такой в нашем новом помещении мы стали делать следующую версию мы решили сделать все-таки нормальный спектакль с марионетками мы сделали марионеток у нас там сложные куклы сложные там какие-то сцены такие в профессиональном плане вот у нас был чудище у нас был сказочный лес перемены декораций занавес по-моему даже два действия или одно действие три артиста вот но спектакль шоу и даже мы за него получили какие-то награды на каких-то фестивалях и вроде бы все хорошо но мы решили сделать еще одну версию моноспектакль да и вот после этого марионеточного той той того варианта родился спектакль мы съездили мы были на фестивале в сергиевом посаде и там есть музей кукол музей народных народной игрушки русской вот мы туда поехали вдохновились посмотрели как как сколько вариантов разных сколько каких-то нюансов и у нас глаза загорелись и мы решили сделать маленький цветочек по народной кукле вот мы скоро вернемся и продолжим наш разговор еще раз доброе утро дорогие друзья всем тем кто только что к нам присоединился уже девять часов многие надеюсь проснулись и уже на работе а домохозяйка отправили всех на работу в садике сидят дома правильно что включили наш канал потому что у нас сегодня в гости из россии питер напоминаю то что на сегодня в гостях представители театра кукфо из санкт-петербурга ольга викторова и ой анна виктор не извиняюсь и ольга донец да доброе утро у нас покажите сейчас будет шумно спектакль будет готовьтесь к этому продемонстрируйте у нас как сейчас вам покажем что могут делать эти куклы но тут еще нужно петь вот так как будет очень шумно песни здесь ни к чему готовы готовы для этого наше начальство покупал этот стол целью выполнила а это они сейчас танцевали под музыку да получается да на самом деле они танцуют когда поешь кулаками стучишь и тогда они танцуют так как ваше начальство перестаралась чуть-чуть и купила очень хороший так как а если это был бы деревянный обычный стол то они бы здесь у нас танцовывали разные а в это время поете вы сами или музыка меняете голоса поете еще и с куклами выступаете я могу спеть давайте хотим хотим браво очень классно хорошо а мы говорили о том что вход бесплатный спектакль оленький цветочек проходить она будет напомнить к им театре оперы и балета именно имени нет 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 театре оперы и балета будет выставка спектакль сегодня выставка открывается в пять часов театре оперы и балета а завтра будет спектакль в 11 и в 2 30 театре кукол 2 и в 15 30 а сегодня в пять часов в театре оперы и балета мы покажем вам выставку наших кукол это замечательный повод сходить со своим со своей семьей не пропустите это нельзя пропускать нужно обязательно посетить оторвитесь от своих гаджетов сходите вот посмотрите куклу будет очень весело и очень позитивно культурное просвещение культурное просвещение так как у нас проходит неделя российской культуры вас прилетело четыре человека вы нам сказали да и все четверо будете выступать у каждого нет мы приехали часть с выставкой часть со спектаклем и так ли мы будем участвовать вдвоем с анной я буду на сцене не будет у нас руководить светом звуком мы с ней вдвоем спектакли при по вашим словам мне кажется там будет уже грандиозно можно даже на мстителей не идти сходите лучше кукле театр намного лучше намного позитивнее будет спасибо большое что это фильм это голливудский фильм который на данный момент набирает очень большую популярность спасибо что вы прилетели к нам хотелось бы услышать от вас пару пожеланий нашим телезрителям привет и телезрителям с добрым утром очень красиво у вас уже цветут деревья почти весна для нас это мы приехали к вам весну потому что у нас еще снег петербурге вот всего не знаю хорошего впереди радостного приходите к нам на выставку приходите к нам на спектакли приезжайте в россию обязательно в россии вот куда-куда в россии мы обязательно вылетим можно паспору да я я хочу пожелать вам чтобы вы друг друга обязательно берегли любили ценили каждый день радовались горам солнцу дождику неважно чему но самое главное чтобы над вами светило мирное солнце небо и чтобы вы обязательно друг 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 друга любили и берегли извините я тут за кадром вспомнил что вы нам говорили за кадром что дальше полетите в ташкент и дальше еще куда мы в свою очередь желаем вам чтобы у вас спектакль был прошел прям замечательный что здесь что в ташкенте чтобы вас сходите куда-нибудь обязательно будет время сходите у нас еще в загород съездите а вы нам посоветуйте вот в загорода не можем сходить а вот в городе куда нам сходить просто погуляйте по городу нашему городу поговорите с людьми пообщайтесь скажите откуда вы думает это очень много интересного спасибо что уделили ваше время большое вам спасибо желаю вам успехов творческих здоровья и всего самого лучшего ну а я напоминаю то что у нас нашем городе с 25 по 30 марта проходит фестиваль культурной святой россии так что если вы узнали об этом не пропускайте сходите а мы пока переключаемся на музыкальную паузу